У нас не выпускают из города люди в белых халатах. Остаемся во внутренней Монголии. Приветствую зрителей канала Донос ТВ. Донос ТВ. Прогулка по вечернему Хох-Хото. Молодцы! Одинокий блогер стоит в углу большой площади. Нихао! Посмотрите сколько у него оборудования. Просто обалдеть. Нихао! Нихао! Тут у него большой пауэрбэнк просто огромный. Ноутбук. Привет-привет! Нихао! Дайте хао! Какие чистые красивые мусорки. Лавочки тоже прям в идеальном состоянии. Кто-то на дуде трубец. Люди просто выходят вечером поиграть. Играть. 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 Наслаждаются жизнью. Там что-то светятся. Какие-то бабочки, огоньки. Прям все светящееся. Девушка и парень. Это для одного человека предназначено. Там специально сделали маленькое-маленькое сиденье, чтобы второй не помещался. Опа! Тут что это такое? QR-код что ли нужно показать? Точно! Код принят. Смотрите на каких... А, вам не видно. На каких крутых сигвеях они гоняют. Обалдеть. Нам о таком только мечтать. Я так понимаю, это проросший боб. Или соевое зерно. Ну что-то такое, мне кажется. И все, собственно говоря, это единственное, что здесь светится. Все остальное просто какие-то темные поля. Я-то думал, тут что-то прям такое супер-пупер. Ну ладно. Это тоже прикольно. Космос. Когда я еще жил в Шенчжене, впервые попал в город Санья. По сравнению с окраинами Шенчженя, было просто идеально чисто. Никто не харкал на пол. То есть вот этих плевков не было. И вот сейчас я хочу сказать, здесь идеальная чистота. По сравнению со всеми, наверное, городами Китая, которые я видел. Ни одного окурка, ни одного плевка. Я не знаю, как они этого добились. Изредка можно увидеть какой-то листочек, который не убрали, но еще не подмели. Ну, блин, как они это сделали, я честно не знаю. Бесплатные туалеты везде. При том, что они здесь такие стилизованные, под какой-то деревянный домик. Общался с женой минут сорок. Резко вырубили подсветку, только еще магазинчики как-то более-менее ярко светятся. А, и туалет, и туалет, да. Все остальное ушло в темень. О, халялька, что ли? Да, халялька. Я узнаю надпись на китайском. Работает еще барашка. Вот тут вот можно. А это... Это молотан. Тоже еще работает. Блин, я только что вот по той стороне шел, там вообще все закрылось. А тут еще много, оказывается, заведений открыто. И все, все, абсолютно все надписи дублируются на монгольском. Знакомый отель. Мы сюда ходили в сетевой монгольский ресторан. Есть мясо, было очень вкусно. Есть отдельный видеоролик про это. Что-то правительственное. Это лучше не снимать. От греха подальше. Прикиньте. Вот это вот в усу набирает популярность в Китае. Все больше и больше людей предпочитают вот такое пиво. Но я впервые вижу литровую банку. Прикольно. Прикольно. Нет, я не хочу пива. Я не знаю, что я хочу. Я хочу счастья. Нет, я хочу, наверное, поспать. Ладно. Что бы такое взять-то? Одиннадцать часов вечера. На улице плюс четырнадцать. Вау. Вау, вкусно. Хочи? Ма. Хочи, говорит. По-русски город называется Хух-Хото. Хух-Хото. Да. Хух-хото. У่, китае в счет trajectory. Пункт сдачи теста на ковид. Немножко темновато. Это единственное, что меня смущает. Как бы вроде не опасно, но когда темно, все равно немножко щикотно. Щикотно! Ссыкотно! Сейчас мне сделают большой-большой бургер с нёроу. Бургер с двумя котлетами мне обошелся 28,80. Давайте пока он там жарит котлеты, булки. Посмотрим, что есть интересного. Лук. Капуста. Маринованные огурчики. Копчунес. Вот там, кстати, вижу майонез, который мы любим. Как же он называется-то? Янта, янта. Конечно же, янта. Как там все шкварчит. Маринованные перчики. Сверху. Ес, ес, да. Я уже даже не могу говорить, я давлюсь слюной. Как это все классно выглядит, а? Вторая сейчас пойдет котлетка. Почему три котлетки? Я просил две вроде бы. Ну, ладно. Видимо, мы друг друга с ним не поняли. Помидорка еще. Огурчики. Блин, мне в рот такое не влезет. Ну, я все равно это очень хочу. Прям вот слюной истекает. Слушайте, ну в туре на самом деле очень хорошо кормят. Но хочется иногда прям отойти немножко от программы и съесть что-нибудь такое. Сработало сигналка. Что-то подгорает. Еще одна булочка закрывает. Вот это бургер. Обалдеть. Да, это кротик. Картошка фри у него горит. Вот, оказывается, что это такая. Еще и упакует. Оказывается, то приготовленное не для меня. Параллельно поступил заказ. Он сразу два заказа сделал. Сессия. Извините, сегодня на камеру дегустировать не буду. Положу в рюкзак. Съем в отеле. В городе есть метро. Две ветки. Это первая главная. Ну, самая длинная ветка красная. С востока на запад проходит. Ванда Плаза. Куда же без нее-то? У меня с Вандой. С Вандой только положительная. Ассоциации. Во-первых, когда я впервые приехал в Китай, меня там очень вкусно кормили. Ну, Ванда тут ни при чем. Меня просто сводил интернет-магазин туда. Потом мы с Аней и Юлей застряли в Ванда Плазе, где-то на севере. То есть, нас не хотели выгонять. Мы сидели до последнего. Оказывается, они давным-давно закрылись. А мы все еще сидели и сидели. И Ванда Виста. В 2021 году. Супер отель. Супер. Просто пять звезд в Пекине. Видео есть в формате 360. Я тогда так там кайфанул. Хотя не воспользовался даже десятой частью того, что предлагалось за номер, который мне сняли. Да, не сам, конечно же, я там жил. Ну, в смысле, жил-то я сам. Не за свои деньги, потому что это очень дорого. В общем, Ванда крупней, один из крупнейших застройщиков Китая. Недвижимости, коммерческой недвижимости и отелей, и все такое. Город спит. Давно спит. Только мы с вами ходим. Библиотека? Что, серьезно? Туалет. А я думал, библиотека. Ну, там просто написано, где брать. Лондонское такси в Китае. Я уверен, что если вы не живете в Лондоне, в каком бы крутом городе вы не жили, скорее всего, такой автомобиль вы фиг найдете. А здесь вот в Китае, во внутренней Монголии, место просто огромное там. А вы, кстати, знали, что для того, чтобы стать водителем такого такси, нужно долго учиться, сдавать экзамены. В общем, нужно весь Лондон знать прямо на зубок. Городец. Ну, ладно. Спасибо. Спасибо.